Нам всем известно, что Ольга покинула этот мир в возрасте 52 года. Очень интересный возраст. Во-первых, 52 – это два раза по 26. 26 – это гематрия имени Бога. Во-вторых, Шлама Амелев – это гигант. Человек, который получил мудрость вместо богатства, потому что он запросил у Бога мудрость. Мудрость не в том понимании, которое мы представляем. Шлама Амелев знал язык птиц, знал язык растений, знал щелест листьев. Он понимал язык ангелов, понимал язык бесов и демонов. Вот такая мудрость у него была. При всей своей мудрости он сказал одно. При всей мудрости, которой Бог меня надолел, я так и не понял пути Бога. Отсюда и пошло выражение – пути Господне неисповедимы. Каждый из нас, когда случилась эта трагедия с Ольгой, задал вопрос. Почему Оля? Почему? Почему семья Акиловых? Почему Йосик, Юра, Лора, мы, род Нормаковых, род Акиловых, род Абрамовых, взял это бремя страдания в тяжелую утрату? Почему? Ольга всегда говорила, всегда. Рафик, да, я очень чистая женщина. Я знаю, что долго не буду жить. Я говорю, Ольга, тихонький язык. Все время говори хорошее. Ольга – это рожденный и интеллигент, и интеллектуал. Он говорит, что вы хотите общение, постоянное общение, чтобы скуки не знали. Это три человека, бегунки. Это Эстер, Бухтремир Амин. Если вы хотите хорошее общество иметь, выезжать на круизы, сильнейший компонент. Она вам не даст спать. Она говорит, что есть о чем говорит. Ольга, Рахматка, это большая Ольга. Это 24 часа можно было сидеть. На любые темы говорить с ней. На любая область. И даже вот Юра, Йоси, Моно, Дагомин, откуда у тебя столько энергии говорит? И одна еще в нашем область – это Жанна Абрамово, Зеленович Хозей. Уже Роман Аримович. Когда мы с ней не сидели, я лично себя это почувствовал. Я никогда не знал, даже в минуту скупи. Всегда было о чем говорить. Она тоже начитана, очень грамотная жизнь. Орден нашим закончил Одесский институт пищевой промышленности.